В этом выпуске мы хотим рассказать вам краткую историю жизни на Земле. Давайте представим, что с момента появления первых одноклеточных существ на планете и до сегодняшней даты прошел всего один год. Представили? А теперь давайте рассмотрим основные этапы эволюции жизни на Земле и посчитаем, сколько времени они заняли. Но прежде чем мы начнем, подпишись на наш канал, оценивай наш видео лайком и пиши свой независимый комментарий. И обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео от канала Эпоха Динозавров. Человеческому мозгу очень сложно представить период времени, который исчисляется миллионами или даже сотнями миллионов лет. И мы задались идеей, что если всю историю эволюции жизни на Земле уместить в один год и посчитать, сколько времени в этом случае будет занимать тот или иной этап. Итак, поехали! Самый долгий период времени в истории Земли был с момента зарождения жизни на ней в виде одноклеточных существ и до момента появления первых многоклеточных организмов. Одноклеточные бактерии существовали на Земле первые 6 месяцев, 4 дня и 23 часа. Вы только представьте, более чем половину нашего года жизнь на Земле была настолько примитивной, что если бы мы сегодня взглянули на нашу планету со стороны, то приняли бы ее за абсолютно безжизненную. Но несмотря ни на что, именно этот этап был наиболее важным, который, собственно, и задал тон дальнейшей глобальной эволюции на Земле. С момента появления первых многоклеточных существ и до момента появления первых членистоногих, которые являются самыми древними предками насекомых, паукообразных и ракообразных, в нашем году прошло 4 месяца и 8 дней. Спустя еще 6 дней и 9 часов появились первые рыбы, которые со временем заполонили весь мировой океан, эволюционировав в огромное количество видов. Прошло еще 2 дня и 6 часов, и на Земле появились первые наземные растения, которые со временем придадут суше тот незабываемый вид, который мы можем наблюдать сегодня. Правда, для этого необходимо выехать за пределы наших каменных городов. Далее появились первые насекомые, и это прошло спустя 6 дней и 17 часов после появления первых наземных растений. Насекомые существовали в одиночестве на Земле 3 дня и 15 часов. Именно через это время появились первые земноводные животные, которые начали выходить на сушу. Этим животным понадобилось 5 дней и 12 часов, чтобы эволюционировать в первых рептилий, предков динозавров, а также в синапсидов, которые в свою очередь являются самыми древними предками всех млекопитающих. Ну вот мы и дошли до динозавров, первые из которых появились спустя 6 дней и 8 часов после появления первых рептилий. С этого момента начинается самое интересное время в истории жизни на нашей планете. Спустя 2 дня и 20 часов после появления динозавров на Земле появились первые млекопитающие, которые определяют совершенно новую ветвь эволюции жизни на Земле. Еще спустя 4 дня и 12 часов появились первые птицы, которые произошли от ящеротазовых динозавров. Первые приматы появились на Земле еще спустя 7 дней и 18 часов. Это те самые животные, которые с течением времени эволюционируют в огромное количество видов, к одному из которых относимся мы с вами — люди. И лишь спустя 2 часа после появления первого предка всех приматов, на Земле происходит глобальная катастрофа. Огромный астероид диаметром 10 километров врезается в планету в районе мексиканского полуострова Юкатан. Именно из-за этого удара, по мнению ученых-палеонтологов, вымерли все динозавры. С момента вымирания динозавров прошло 5 дней и 12 часов, и появились первые предки человекоподобных животных, которые еще через 13 часов приобретут современный облик человека, который очень похож на нас с вами. А с момента, как мы стали похожи сами на себя и до сегодняшнего дня, прошло еще 1 час и 6 минут. Мы разбили весь наш год на основные этапы эволюции жизни на Земле. А теперь давайте изучим наше существование на Земле, чтобы окончательно понять, как долго мы существуем на Земле. Итак, рыбы существуют на Земле полтора месяца. Насекомые — 36 дней и 12 часов. Динозавры просуществовали на Земле 15 дней и 2 часа. Птицы существуют 13 дней и 16 часов. Человек в том виде, в котором мы привыкли его созерцать, 66 минут. Первая известная цивилизация на Земле появилась примерно 6000 лет назад, что в проекции на наш год составляет всего 47 секунд. Первый поезд человек изобрел полторы секунды назад, а автомобиль чуть более одной секунды. Ну а мы с вами существуем на планете с момента рождения и до смерти в среднем половину секунды. Это один миг в масштабах истории Земли и целая вечность в течение нашей с вами жизни. Вот таким необычным способом мы постарались изучить историю эволюции жизни на нашей планете. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и пишите свое мнение в комментарии. И обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски от нашего канала.